Привет! Вы на канале Культуры, с вами Настя Сатюк. Во второй понедельник сентября проходит самая знаменитая выставка в мире, Мэтт Галла, точнее, красная дорожка, которую еще называют Оскаром в мире моды. И если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы это знаете. Сейчас в Нью-Йорке вечер, в постсоветском пространстве глубокая ночь. Я в режиме реального времени наблюдаю за красной дорожкой и, можно сказать, смотрю Мэтт Галла за вас. Так что, поехали! Все знают, что Мэтт Галла проходит первый понедельник в мае. У меня есть несколько видео про Мэтт Галла. Здесь оставлю ссылочки, обязательно переходите, смотрите. Там есть все подробности про это мероприятие, как оно проходит и почему это проходит. Сегодня у нас полный, полнейший обзор Мэтт Галла 2021. Два года у нас не было Мэтт Галла, переносили несколько раз его. И вот уже в этом году нам обещают две целых выставки. Сейчас в сентябре открылась одна. И уже в мае будет вторая выставка. Возможно, будет даже вторая красная дорожка. Второй понедельник сентября. Почему не первый понедельник? Потому что первый понедельник сентября в Америке день труда. И, как все шутят, даже Анна Винтур не может сдвинуть национальный праздник Америки. Хоть в этом году, конечно, выставка сфокусировалась именно на американской моде. Она так и называется «Ин Америка». Первая выставка, к которой приуроченная красная дорожка, открывается вот сейчас, в сентябре накануне. Она называется «В Америке лексикон моды». Бессменный куратор выставки Эндрю Болтон очень смело заявил, что из 104 позиций основы выставки будут составлять одежда, которая была показана на неделях моды за последние 7 лет. И вообще Эндрю так знаменит своими обидами на прессу, на то, что вот в этой выставке всех интересует в основном красная дорожка Мэдгала. Там уже сотни, десятки тысяч, конечно, доходят до самой выставки и вчитываются в название, описание и в сложную систему того, как расположены залы, почему они в таком порядке расположены. Вот он, конечно, сетует на то, что, мол, вас интересуют только звезды и их выходы. Итак, начинаем обзор костюмов. Надо напомнить, что тема вечеринки не просто Америка, а независимая Америка. Поэтому, конечно же, мы должны были ждать различных аналогий на флаг американский, статую свободу. Естественно, все ждали трибюта хотя бы Халстону или Марку Джейкобсу или Майклу Корсу, наконец-таки. Но на самом деле получилось немножечко не так. В первую очередь давайте перейдем к председателям Совета Мэдгала 2021. В этом году это кумир изумеров, как говорят, Тимоти Шаламе. Итак, он появился в белом костюме, жакет точно Хайдер Аккерман, конверсы на ногах. И, конечно же, было много-много мемасиков по поводу его образа. Билли Айлиш также была со-хостом этого года. Она выбрала аллюзию на фильмы Смерлин Монро и Грейс Кейли. Показали даже целый фильм, как создавался наряд для нее. Это Оскар де ла Рента. Надо сказать наперед, что очень будет много этого дизайнера на красной дорожке Мэдгала. Хотя, конечно, многие русские начали постить мемчики и мысли, что все-таки не Марлин вдохновляла Билли, а все-таки Ирина Аллегрова. Теннисистка Нау Мёсака также присутствовала в со-хостах организаторов. Она появилась в Луи Виттон. Японо-китайская, наверное, тема у нее была. Аманда Горман сразила всех своим стихотворением на инаугурации Джосефа Байдена. Вот сейчас такая любимица Вога. Она появилась в темно-синем платье Вера Венка. И кладчем в виде книги, на которой написано Give Us Your Tide. То, что написано на поэме про статую свободу. Короче говоря, куча отсылок к литературе. Ну и Том Форд, как вы понимаете, был в Том Форд. Также в киренах председателя и совета глава Инстаграма. Если честно, он со своей женой поразил меня одним из самых нелепых нарядов. Это очень странно. Ну а Анна Винтеру дала предпочтение, опять-таки, Оскар де Лоренто. Очень-очень модный бренд на этой красной дорожке. Также была ее беременная дочь Би Карацини, Валентина. И надо сказать, конечно, что она замужем за сыном Франки Сацани. Уже умерший бывшим главредом в Италии. Поэтому, конечно, ждем этого ребенка. Кая Гербер впервые посетила Мэтт Галла в утонченном черном платье Оскара де Лоренто вновь. И это была такая отсылка к появлению Бьянки Джаггер тоже на Мэтт Галла. Давайте пройдемся по парочкам. Бруклин Бекхэм с невестой Николой Пельц. Она была Валентина. Эдриан Броуди с возлюбленной, между прочим, бывшей женой Харви Вайнштейна и Джорджиной Чапман. Они тоже прекрасно смотрелись. Кит Харрингтон в Сен-Лоран и Роуслей с Ливоского де Лоренто. Честно говоря, не очень они смотрятся. Ни цветки ее бледной кожи, ни фасон не подходит совершенно. Крис Джейнер в Том Форд и Александр Маккуин и также ее спутник Кори Гэмбл. Бипперы также были Хейли в Сен-Лоран, Джастин. С 2015 года не был на красной дорожке. Он пришел в собственном бренде Крю и с таким меховым чемоданчиком. Впервые вместе появились Тайка и Вайтити Ритаора. Давно проникнула удача, что они вместе. Ритаора была в Прадо. Шон Мендес и Камила Кабейла давным-давно уже вместе. Оба появились в Майкл Корс. Очень редкий, кстати, бренд на этой красной дорожке. Казалось бы, почему так мало Майклу Корсу уделили внимание. Мария Шарапова появилась с женихом Александром Магилксом в Диор. Французский бренд. Ну да ладно. Фаррел Уильямс и его жена Хелена Лисичан в Шанель. Но хотя бы повторили образ таких ковбойских парней, так сказать. Хотя тоже непонятно. Очень много французских брендов было. Рай Флорен представлен был Дженнифер Лопес. И сначала все переживали, где же Бен Афиг. Но они все-таки были вместе. Правда, на красной дорожке вроде бы была только Дженнифер Лопес. Далее. Конечно же, нас интересует интерпретация флага, символов Америки и так далее. Без этого никуда. И, наверное, самая-то колобовая история, это Дэби Харри. В самом прямом из прочтения американского флага, между прочим, создавал этот образ дизайнер Зак Поузен. Меган Рапина, футболистка, тоже очень так четко подошла к теме Америки. То есть у нее такой костюм в американском флаге. И еще маленький клатч с надписью «Прекрасный, который знает каждый человек, который держал хоть раз доллар в руках». Член Палаты представителей США Каролин Би Малони. Ее платье за равноправие, так сказать. У нее были множество таких разных фраз, сколких, которые говорят о том, что феминизм здоровый должен быть в Америке, что права женщин должны быть защищены. Ну, вот она была тоже очень прямолинейна в этом плане. Кара де Левинь, ее борьба за феминизм очень по-американски, так сказать, ее образ выглядела. И на ее, так сказать, жилете прямо нецензурной лексикой было написано, что мы за феминизм. Еще от «Детполитик» Александра Акасио-Кортес в кастомизирован «Аурора Джеймс» надписью «Tax the Rich». Очень, скажем так, известная фраза со времен БЛМ. Одни восторженно воспринимали появление такой надписи на красной дорожке, а другие немножко с иронией, потому что вход на Мэтт Галла стоит 30 тысяч долларов, если вы, конечно, не супер-вип-персона, которую пригласила сама Анна Виктор. Поэтому, как вы понимаете, немножечко не там эта надпись демонстрируется совершенно. Далее, звезда новой спецницы Джорджиан Александр, видимо, что-то связанное с ЛГБТ-сообществом, продемонстрировала, но, честно говоря, совершенно неудачный образ, как будто кусок флага она завернула, обвернула, корсет, короче, не знаю, один тоже из самых неудачных образов. Ким Петрос в Калинастрада, как вы понимаете, голова лошади, тоже есть отсылка к Америке, потому что лошади – это один из символов, в принципе, Америки. Лорд в Баде, в принципе, это такая, все сошлись во мнении, что это, наверное, символ статуи свободы, потому что такой вот прямой аналогии со статуей свободы не было, но вот она максимально близко подошла к этой теме. Иман Харрис Рид, дизайнер сам связался с ней, он очень хотел сделать вот такой вот образ, в принципе, все шутят, что это какая-то салона, сток сена, что тоже символизирует Америку, так сказать, но в целом, согласитесь, очень яркий образ, и почему-то он все равно напоминает Америку, может быть, действительно, благодаря ассоциации со стогом сена. Далее трио, которое выбрали дизайнера Стелла Маккартни, британского дизайнера, правда, у нее был юбилей, они выбрали три цвета – белый, красный, синий – очень-очень близким эти оттенки были к флагу США, поэтому, скорее всего, вот так вот он и выглядит. Не Деннис, далее патчерец вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф и актриса Джулия Гарна. Далее, Граймс в Ирис Ван Херпен, в принципе, ничего к американскому, казалось бы, стилю не относилось в ее образе, но все-таки она пришла с мечом, и, как она заявила, этот меч сделала компанией, которая выпускает винтовки для армии США. И вы знаете, это такая очень голкая, едкая в стиле Илона, собственно, Граймс, цитатка, которую, как хотите, так и перевариваете. Ведущие тоже были немножечко в шоке. Далее, джинсовая тема Америка, родом Деним оттуда, и он покорил весь мир, можно так сказать, поэтому Лепита Неонга в джинсовом Берсачи со стразами. И Иман Хамам в классном прозрачном платье со звездами, а звезды, как мы понимаем, это один из символов тоже американского флага, поэтому такая ненавязчивая отсылочка, но зато одно из самых сексуальных и таких небанальных платьев. Конечно же, если мы говорим про Америку, это Голливуд и вообще кино, поэтому Кэндал Джейнер появилась в Живанши и Мэти Уильямса, и референсом к ее платью как бы был образ Одри Хэберн из фильма «Моя прекрасная леди», авторского Юбера де Живанши, но, если честно, конечно, это платье напоминает тонны, миллионы различных голых платьев, и максимально близко напоминает, конечно, платье из Канн Белла Хадид. Мэган Стрестейлин была впервые на Мэтт Галла, и вот ее образ был тоже якобы вдохновлен старым Голливудом от бренда Коуч, но, честно говоря, очень такой скромный даже для этой девушки. Эмили Блант и как бы ее вольная интерпретация образа Хеди Ламар из мюзикла «Девушка Зигфилда». Ну, так, очень красиво, можно сказать. Например, Сиара. Шикарное платье, оттенок вообще сумасшедший. Со спины вообще шикарное вечернее платье, но это платье бренда Бундес не просто так. Спереди цифра 3, и такие увеличенные плечи. Это отсылочка к американскому футболу. Дело в том, что муж Сиары знаменитый американский футболист под номером 3. И он выступает на поле, поэтому вот такая тоже отсылочка, потому что американский футбол – это национальный вид спорта Америки. Очень много красных платьев, достаточно обычных, тривиальных, на любой красной дорожке их можно увидеть. Но красный, опять-таки, один из символов Америки, на флаге он используется, поэтому Эйза Гонзалес – Версачи, Карли Клосс – Каролина Эрера, Дженнифер Хатсон – Вайс Фактори, Трибют – Альберро Эль Базу, Эдисон Рай – Винтажным Том Форд, Меган Фокс, от которой ожидали хотя бы чего-то напоминающего вчерашний вечер на ВМА, появилась в достаточно консервативном красном платье с отсылкой на такой китайский стиль от Дундес. И Эмили Ротаковский, Вера Венг – ну, все очень-очень обычно, я бы даже так сказала. Естественно, трибют американским дизайнерам. Регина Кинг появилась в Майкл Корс, Розалия, по-моему, единственная, кто выбрала бренд Рик Оуэнс. Марка Джейкобса, по-моему, вообще не было ни на ком. Ирина Шейков – Маскина. А вот Лили Рейнхард как будто бы тоже в коллекции Маскина, буквально девушки как будто ходили по одному подиуму, но нет, все-таки это Кристиан Серано. Дальше хочется сразу же вот в эту копилочку девушек в цветах включить сюда и Лурдус Леон, дочь Мадонны, которая, ну, вообще каким-то образом странным вынаделась, как будто бы девушка-звезда болливудского фильма. Наталья Брайант в Контр-Иверс, тоже очень интересный наряд, который никак непонятно, как он символизирует независимость Америки, но дал мне. Очень было много Тома Брауна. Мэйси Уильямс появилась в нем. Эта девушка всегда отличается таким странным-странным видением своих луков. Ну, допустим, звезда сына Америки и лунного святая Штен Сандерс, также в Том Браун. Шерон Стоун в классном кейпе, просто потрясающий такой черный цвет. Очень мало черного было на красной дорожке, поэтому, мне кажется, она хорошо выглядела. И плюс еще так прям лицо молото, молото выглядит. Эван Мокк, звезда новой сплетницы, выгуляет, я так понимаю, в этом сезоне всех героев сплетницы по всем красным дорожкам. Тоже Том Браун, тоже классный образ. Пит Дэвидсон тоже Том Браун. Короче говоря, этого дизайнера было столько же, сколько, наверное, Оскар Деллоренто. Ким Кардашьян появилась в Баленсиага, в своем стандартном уже образе, я бы сказала. Да, черная маска по всему лицу была надета, но, если честно, она уже так появлялась, поэтому нет такого ажиотажа. Если бы впервые, вот никогда она не появлялась в этих своих Баленсиагах, то, может быть, это было бы и разрыв. Но сейчас она просто прошла, как, знаете, черная вот такая тень. Баленсиага очень много кто выбирал, тоже непонятно, откуда такая отсылка. Французскому бренду Трейси Элис Рос, тоже в культурной коллекции 1957 года. Вот у нее глубокий синий цвет, как отсылка якобы к флагу Америки. Ребекка Холл Вуи Виттон, Зоя Кравиц в Сен-Лоран. Да, голое платье, наверное, Зоя Кравиц перебила все голые платья на Мэтт Галла. Она любит вообще сексуальность, но с Ченнингом Татумом они были все-таки порознь на красной дорожке. Оливье Родриго в Сен-Лоран, очень такой заурядный образ, я бы сказала. Незаметно она вообще прошлась по красной дорожке, хотя сейчас она кумир миллионов и очень странный выбор. Джиджи Хадид в Прадо, тоже такой скромный образ, я бы даже сказала. Сирена Уильямс в Гучи, просто много перьев и почему-то звезды на комбинезоне из кружева. Очень-очень странный образ. Много было Эвис Ван Херпен, Винни Харлоу и Теза Томпсон. Кристин Стюарт в Шанель, она, конечно, поражает. Она просто в Венеции вышла в ночнушке, казалось бы, уже куда хуже, но на Мэтт Галла, где все должны покорять своими нарядами и чувством стиля и вкуса, конечно, ее жакет, так сказать, и брюки выглядят просто смехотворно. Лили Роуз Депп, тоже в Шанель. Как обычно, Шанель в последнее время с этими заниженными талиями просто выбешивают меня, потому что фигуры женщин в таких платьях, что у Пенелопа Круз, что у Лили Роуз, просто как будто бы они коротышечки становятся с очень-очень короткими ногами. Не знаю, очень плохо. Сиена Миллер в Гуччи, Хантер Шефер типа Mortal Kombat, Тейлор Хилл в Версаче, Кейт Хадсон в розовых перьях неизвестного пока бренда, Керри Моллиган Валентина, просто красивая, невероятно худая и молодая девушка. Мужчина, конечно же мужчина, не забудем, лил нас, покорил всех, повторил образ Леди Гаги, когда та раздевалась и несколько слоев под ней было. Значит, он был в Версаче, ровная накидка, потом такие доспехи, а потом уже прям секси-комбинезон в страсах. Вирджила Блоу, Блой Виттон, естественно, ну такой зайчик, как все шутили. Малума в образе красного ковбоя, ну есть отсылка к Америке, в Версаче. Дэн Леви в голубом, просто невероятном образе. Джонатан Андерсон разрабатывал его, там карта, там и люди целующиеся. Короче говоря, наверное, что-то такое пацифистское очень выражено в его образе. Все, конечно, ждали Риану, все видели, как она заходит в отель, и с нетерпением ждали, когда она появится на красной дорожке. Долго-долго-долго не спали, но в итоге она все-таки с осапроки появилась. Была замечена в черном мешковатом Валентиага, что-то наподобие Ким Кардашьян, только с огромной шапкой такой наверху. Лицо хотя бы было не закрыто, и на том спасибо. Вот так. Скажем так, что в этом году, казалось бы, очень такая простая, нативная тема. In America, пожалуйста, выбирай, не хочу. Столько тематики, столько можно разных смыслов и слоев найти в этой теме. Ну, а кто-то выбрал вообще просто европейские бренды, которые, ну, никак не связаны с независимостью Америки. Не забываем, что дресс-код был именно таким. Короче говоря, от вас комментарии, конечно же. Давайте писать, кто из знаменитостей вам понравился больше всего на красной дорожке, ну, а кого вы посчитали самым плохо одетым и нестильным гостем Мэтт Гала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой модной встречи. Пока-пока! Продолжение следует...